Всем привет! С вами Кирилл Ерошкин со свежими итогами недели от Игромания. Выпуск сегодня крайне насыщенный. И я очень надеюсь, что ты смотрел выпуски с Дашей на этой неделе. Потому что благодаря ему тебе будет чуть больше контекста. И ты узнаешь, почему Rockstar разругали за изменение стратегии в разработке GTA 6, как фанат Cyberpunk 2077 доказал всем игрокам, что быть идиотом плохо, и как донат в играх стал уносить вред детям. Не забывай подписываться на канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Всем по... А, нет, начинаем. Издательство Naken анонсировало новую выживалку по Терминатору. События игры развернутся в 2009 году. Человечество пережило ядерный удар SkyNet, но сопротивления во главе с Джоном Коннором еще нет. За основу сюжета взяли последствия первых двух фильмов. Игрокам предстоит выживать в суровых пустошах, полных разнообразных опасностей. Думаете, классические Т-800 будут проблемой? А как насчет других людей, просто желающих выжить? Вот они уж точно будут биться до последнего. Впрочем, с ними всегда можно объединиться. Разработчики пообещали, что геймеры повстречают множество NPC, среди которых будут как старые герои, так и новички. Проходить Терминатор Survivors можно будет одному или в компании до четырех человек. Вместе можно будет обустраивать базу, собирать ресурсы и строить опасные ловушки. Последние будут крайне полезны, потому что машины априори сильнее игроков. Для победы над ними придется полагаться на скрытность и собственную хитрость. Экшен выйдет в раннем доступе Steam 24 октября. Релиз приурочили к 40-летию первой части, созданной Джеймсом Кэмероном. А позже выживач заглянет и на консоли. Rockstar обвинили во лжи. Ранее компания объявила о подготовке к финальным этапам создания GTA 6. Для того, чтобы добиться наилучшего качества и полной безопасности, разработчики должны вернуться в офисы. Но избавление от удаленки вызвало тонны критики. Как отметил профсоюз, Rockstar нарушает обещания, данные своему персоналу. Компания умышленно ведет сотрудников к кранчам и опасным переработкам. Она явно игнорирует их потребности, ведь благодаря удаленной работе разработчики стали больше времени проводить со своими семьями. Одни переехали в более комфортные условия, другие занялись проблемами со здоровьем. Анонимные источники внутри Rockstar добавили, что среди авторов GTA 6 есть люди с инвалидностью. И сейчас они находятся в очень непростой ситуации. С 15 апреля компания отключит все средства для удаленки, поэтому разработчики потеряют доступ к работе на расстоянии. Выход только один — вернуться в офис. Руководство настаивает, что перемены положительно повлияют на GTA 6. Но многие сотрудники сомневаются в этом и переживают, что компания прибегла к токсичной практике, за которую ее уже критиковали. А что думаешь ты? Качество новой GTA важнее комфорта разработчиков или нет? KiwiBank потерял лицензию, а значит нельзя пополнить Steam, онлайн-игры и даже купить новинки. Можно предаться отчаянию, начать жаловаться, что все плохо. А можно искать решения из этой ситуации. Частью надежным помощником в этой ситуации стал Case for Gamers. Площадка постоянно расширяет свой каталог, в который входят подписки внутриигровой валюты и ключи для разных платформ. Можно сразу посмотреть, для какого региона подходит товар. Для оплаты доступно множество удобных способов. Более того, каждый продавец готов предоставить индивидуальную скидку. Надо лишь связаться с ним в сообщениях. И добавь к этому гарантию и русскоязычную поддержку, работающую круглосуточно. С Case for Gamers ты никогда не потеряешь доступ к видеоиграм. А чтобы не просто их покупать, но и экономить на этом, захвати наш промокод на скидку в 20%. Все подробности ждут тебя в описании. Продолжение Гритфолла обзавелось новым трейлером и датой релиза. Приключение выйдет в раннем доступе с тем летом, после чего заглянет на Xbox и PS5. События ролевой игры развернутся в новом мире за три года до событий оригинала. Главным героем выступит житель отдаленного острова, которого силой затащили на континент. Но новый дом вовсю мучается от чумы, политических интриг и враждующих фракций. Поэтому, чтобы выжить, протагонисту придется с умом выбирать союзников и врагов. Дипломатия и манипуляции могут открыть множество дверей, но иногда без насилия не обойтись. И тут авторы приготовили несколько сюрпризов. В Гритфолл 2 добавили более тщательную настройку компаньонов, а также возможность управлять ими в бою. Судя по всему, студия Spiders верна своим традициям. Новинка явно будет крепким, добротным средничком. Не только же Индии и квадроэйхиты проходить. Да, Skull and Bones? Слово недели — реструктуризация. За последние 7 дней Sony провела сокращение и отменила кучу игр. Затем об этом объявил Electronic Arts, убивший амбициозный шутер по «Звездным войнам». Ну а теперь настало время вспомнить об Amraiser Group, которая страдает от перемен с середины прошлого года. Скоро холдинг распрощается с разработчиками Borderlands, о чем объявят в марте. А еще он намерен продать Cyber Interactive, авторов World War Z и Warhammer 40 000 Space Marine 2. Если сделка пройдет успешно, то студия разработчиков будет принадлежать группе частных инвесторов. Журналист Джейсон Шрайер отметил, что у компании остается около 3,5 тысяч сотрудников по всему миру. Несмотря на перемены, они продолжат работать над играми. Среди них ремейк Star Wars Knights of the Old Republic. По неофициальным данным, именно Cyber переняла проект у прошлой студии. Кстати, компания имеет русские корни. У Cyber Interactive даже остался филиал в Санкт-Петербурге. В свое время компания стала известна благодаря Time Shift, SnowRunner и другим крутым играм. К слову, PlayStation продвигает кумовство, тиранию и сексизм. По крайней мере, такие данные были получены журналистам Еврогеймер. Они провели расследование внутри студии Fire Sprite, создавшей VR-игру Horizon Call of the Mountain. Когда Sony только покупала студию, многие были этому рады. Авторам казалось крутым, что они присоединятся к такому видеоигровому гиганту, как PlayStation. Но уже через пару лет студию покинуло огромное количество специалистов. Оказывается, Sony полностью перелопатила культуру внутри компании. Она уволила несколько человек, которых в компании считали незаменимыми. Ее также обвиняют в сокращении основателей и замене их на более выгодных людей. Разработчики сочли новое руководство неадекватным и крайне токсичным. По их словам, оно состояло из тиранов и негодяев, презирающих своих подчиненных. На двух лидеров подали аж 13 жалоб по обвинению в сексизме и эйджизме. Но к ним не применили никаких мер, что сочли откровенным кумовством. Компания работала только над тем, что хотела Sony. У разработчиков пропал энтузиазм, поэтому на них оказывали серьезное давление. Анонимные источники из Fire Sprite уверены, что PlayStation чуть не убила студию, полностью разрушив атмосферу и налаженные рабочие процессы. Но компания никаких комментариев не дала. Нил Дракман думает забросить крупные игры. Президент Naughty Dog признался, что его выматывает управление большой компанией и несколькими филиалами. Заодно он хочет больше времени проводить со своей 13-летней дочерью. Она взрослеет и у нее появляются свои дела. Из-за чего она уделяет семье уже не так много внимания, как прежде. Дракман может работать над небольшими играми. Его также стали интересовать другие проекты, вроде экранизации The Last of Us. В том же подкасте геймдизайнер обсудил отношения к Вентину Тарантино. По его мнению, режиссер вряд ли покинет индустрию и займется сериалами. И в этом весь Дракман. В последние годы чувствуется, что игры перестали быть для него интересны. И сюжеты его творений, когда он стал полноценным геймдиректором, получились чудовищно однообразными. Что одни из нас, что четвертый Uncharted полностью крутится вокруг темы семьи. Сиквел The Last of Us не только повторил эту формулу, но также добавил чудовищно пресную проблему ненависти, украшенную ненужным морализаторством. А что ты думаешь по этому поводу? Microsoft вместе с NVIDIA и AMD сделала новую полезную технологию. Это Direct SR, предназначаемая для интеграции технологий масштабирования изображений в игры. Авторы назвали софт недостающим звеном, который очень полезен в работе с апскейлерами. Теперь у разработчиков не должно быть проблем с внедрением FSR, DLSS и XESS. Более того, создатели Direct SR учли и другие апскейлеры. Полный список поддерживаемых технологий раскроют позже. Похоже, в скором времени количество игр с апскейлерами быстро вырастет. И это хорошо, потому что геймеры смогут лучше настроить графические параметры. Сейчас Direct SR находится в тестовом состоянии. Полноценная презентация софта пройдет 21 марта на конференции GDC 2024. Кстати, ранее ходили слухи, что Microsoft работает над собственным апскейлером. Как мы видим, информация не подтвердилась. Компания работала над новым, более востребованным инструментом. Может быть, именно он поможет авторам Helldrivers 2 добавить технологию DLSS. Почему они пока не могут ее добавить, объяснили в этом ролике. Геймеров призвали не быть идиотами. Это сделал ярый поклонник Ведьмака и CD Projekt Red, который несколько лет назад слил подробности коробочного издания Cyberpunk 2077. Именно благодаря нему в сеть раньше времени попали карты и коллекционные карточки. Бонусы делала организация, в которой игрок работал. Ему просто хотелось поделиться своей радостью с миром. По его словам, это было тупое решение. Для компании утечка обернулась миллионными убытками и почти привела к закрытию. Самого игрока уволили, задержали, после чего обыскали весь его дом и изъяли электронные устройства. Более того, его приговорили к общественным работам, восьми месяцам заключения и трехлетней дисквалификации. Из-за этого он потерял не только многообещающую карьеру, но и девушку. А в заветный Cyberpunk удалось поиграть только пару месяцев назад. Фанат напомнил, что всегда надо думать головой. Видеоигры — это миллиардный бизнес для разработчиков и издателей. Поэтому надо быть осторожнее с тем, что выкладываешь в сеть. В этой истории лишь одно хорошо. Фанат попробовал Cyberpunk 2077 после дополнения и крупных патчей. То есть увидел игру в лучшем ее виде, а потому вряд ли останется разочарован. Неожиданная новость из мира железа. Многие смартфоны Xiaomi пришли в негодность. Телефоны получили новое обновление, после которого стали постоянно уходить в перезагрузку. С этой проблемой столкнулись пользователи по всему миру. Есть счастливчики, кто избежал проблемы. Другие починили устройство полным удалением данных. А третьи — настоящие бедолаги, у которых телефон находится в постоянном ребуте. Xiaomi признала проблему, но пока не раскрыла ее причину. Компания работает над устранением ошибки и рекомендует откатить систему к заводским настройкам. То есть, как это сделали другие пользователи, снести все содержимое телефона. Хотя альтернатива этому есть — практически не использовать гаджет. Причем стоит полностью отключить автообновление приложений. Судя по отзывам, смартфон приходит в негодность из-за неудачного апдейта одного из плагинов, отвечающих за центр управления. Специалисты Xiaomi заявили, что решение проблемы может занять несколько дней. Печально, все же в России это очень популярный бренд. Расскажите, а кто-нибудь из вас столкнулся с этой бедой? Донат в играх стал унижать детей. И виноваты на этот раз не только компании, но и сверстники. К таким неутешительным результатам пришли исследователи из Норвегии. Как оказалось, дети жалуются на социальное давление мемов, блогеров и соцсетей. Они буквально вынуждают покупать косметику в популярных играх. Все из-за статусности и повсеместного влияния брендов. Грубо говоря, если у школьника нет топовой шмотки на персонажа в условной геншин импакт, то он не тру, не бро и вообще главный козел отпущения. И вообще чушпан-чушпаном. К сожалению, это не единственная проблема. Один юноша рассказал, что школьники начинают игнорировать тех, кто не увлекается играми. С ними будто не о чем говорить, поэтому такие ребята остаются без компании. А 14-летняя девочка пожаловала, что подвергается нападкам и оскорблениям со стороны парней. В опросе приняли участие дети, тратившие на видеоигры до 750 фунтов стерлингов в год на сезонные абонементы и лутбоксы. Сейчас правительство Норвегии пытается решить эту проблему, изучая способы борьбы с манипуляциями разработчиков в сфере доната. А на выходных мы предлагаем отдохнуть, расслабиться и провести два вечера за увлекательным приключением. Для этого подойдут Far Loan Sales и непрямое продолжение Far Changing Tides. Даже если пылесосить каждый сантиметр локаций, суммарно обе игры займут около 10 часов. Потому что их фишка в процессе, в долгом путешествии из одного края в другой. Нужно знать только две вещи. Есть главные герои и их транспорт. За последним нужно тщательно ухаживать, правильно управляя его элементами. Только это не выживач, тут не надо постоянно искать ресурсы. Главное понять все особенности железного друга, вовремя используя их в разных ситуациях. А попутно можно наблюдать за шикарными пейзажами, мимо которых необходимо проехать. Иногда придется отвлечься от любования красотами, чтобы вылезти наружу и решить головоломки. Они несложные, поэтому прохождению не мешают. Наоборот, они разбавляют игровой процесс, а иногда и добавляют интересные подробности о мире. Благодаря этому игра соблюдает необычный баланс между чарующей меланхолией и по-своему динамичными событиями. А на сегодня это все. Спасибо всем, кто сегодня провел со мной эту пятницу и первый весенний вечер. Увидимся на следующей неделе. Не скучайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok